Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый. Я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос поступил от человека. У него, как он пишет, постоянная проблема с дымоходом. Уже несколько лет он топит дом свой печью. Правда, не написал, какой печью, но дымоход постоянно забивается. Он его чистит каждые 2-3 месяца. И он сейчас уже думает, что, наверное, ему маленький диаметр. Подскажите, на какой поменять. У меня сейчас стоит 115 диаметр. Думаю, что это маленький диаметр. Ну, большего он ничего не написал, поэтому я буду рассуждать логически. Ну, если забивается дымоход, скорее всего, у человека одностенный дымоход. Холодный. Значит, нужно утеплить дымоход. То, что человек хочет увеличить диаметр дымохода, приведет к еще большему его зарастанию. Еще большим проблемам, еще большему накоплению сажи, большему отложению конденсата. И тогда, возможно, даже такая опасность, как когда загорается сажа, дымоход может и разрушиться, и, соответственно, может быть даже возникнуть пожар. Не надо этого делать, не надо рисковать. Дымоход должен быть оптимального диаметра. Не думайте, что если вы поставите большего диаметра дымоход, он зарастать не будет. Еще быстрее будет зарастать. Поэтому, чтобы вы это понимали, не надо на это идти. Значит, еще что может быть. Может быть, человек часто пользуется, как вот очень многие считают, что режим тления. Они забивают печь полную, да, и так оставляют ее там на ночь или на день, когда уходят, чтобы пришли или там проснулись, а у них печь теплая. Значит, этим самым вы еще больше забиваете дымоход, потому что идет пиролиз газов без сильного выделения тепла. А, значит, дожига нормального нет. И у вас происходит просто-напросто все это выброс в дымоход. И там, ввиду того, что дымоход не прогревается нормально, значит, поэтому у вас он просто зарастает. Возможно, это у вас и есть. И еще может быть такое, что печь просто у вас, ну, как говорится, прямоточная, в которой вообще дожиг газа невозможен. Ну, может быть, есть резон даже поменять печь. И, в принципе, больших вопросов нет. Ну, еще может быть, что человек топит сырыми дровами. И это может быть желательно дрова заготавливать хотя бы за 4-5 месяцев до того, как вы их начнете использовать. И таким способом вы можете вполне, вполне, ну, как говорится, снизить зарастание дымохода. Чистить дымоход все равно периодически придется. При любых, при любых печах все равно потихонечку дымоход зарастает. Вопрос, через сколько? Ну, как я у себя, ну, допустим, банная печь, так я уже не чистил этот дымоход. Я не знаю, сколько вообще, уже и забыл, когда последний раз чистил. Потому что у меня, конечно, печи все с дожигом газов. С дожигом хорошим, полноценным. Ну, понятное дело, ну, не у каждого такие печи есть. Значит, соблюдайте то. Теплый дымоход, оптимальный диаметр, сухое топливо, нормальное горение. И я думаю, что вы с этим делом справитесь. Будете как можно реже чистить свой дымоход. Пока все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok